В столице подвели итоги национального детского песенного конкурса «Баллада Усе». Более 5000 участников из 17 регионов показали свои творческие способности. А лучший певец удостоился образовательного гранда в Национальном университете искусств. Чем запомнился «Баллада Усе-2021» Маржан Султумбаева расскажет. Маленькая, но очень упорная Амина Асгатова уже в пятый раз подает заявку в «Баллада Усе». Талант юной исполнительницы заметила преподаватель по вокалу старшего брата. А сегодня у нее за плечами уже немалый опыт выступлений. В том числе на таких крупных международных фестивалях, как «Славянский базар» и «Роза Востока». Когда была самая маленькая, просто подавала заявки. Сейчас меня все знают, наверное. Мы сейчас уже все победители, потому что все талантливые родители говорят. Как определяться в жюри, это просто очень сложно. У меня сейчас эмоции прямо такие, держу кулачки. На сцене помимо участников собрались победители прошлых сезонов. В этом году «Баллада Усе» исполнилось пять лет. В выступлении каждого юного вокалиста было отмечено любовью к музыке и профессиональной подготовкой, отмечают организаторы. Уникальность этого конкурса заключается в самих детях, в этих юных талантах, юных вокалистах. И, конечно, можно сказать по поводу именно самой концертной программы. В этом году для нас была главной задачей дать ребенку огромный опыт выступления на сцене под аккомпанемент музыкального бенда. И я думаю, что эта задумка удалась. Жюри пришлось непросто. Главным критерием отбора был талант. Наряду с этим чувство ритма, музыкальный слух и, конечно же, артистизм поделился мнением один из членов жюри. Самое главное – найти именно свой почерк. Потому что если ты будешь заниматься копированием, либо заниматься подражанием, то ты не сможешь оставить свой след в музыкальной истории. Потому что повторяющих очень много, но уникальности, они всегда остаются навсегда. По итогам конкурса героиня нашего сюжета заняла почетное первое место. Обладательницей гран-при шестого сезона Балладаусы стала Тузелева Жасмина из Нурсултана.